80 лет назад завершилась Зимняя война. За 105 дней войны советская сторона потеряла убитыми и пропавшими без вести почти 127 тысяч человек, а 246 тысяч солдат были ранены. Как так получилось, что Финляндия, маленькая страна, не обладавшая традицией суверенитета, более того, до этого входившая в состав Шведской, а потом и Российской империи, наконец отстояла свою свободу? Давайте же это узнаем. Итак, почему СССР не захватил Финляндию? После прорыва линии Маннергейма 28 февраля 1940 года путь на Хельсинки был открыт. Почему Сталин не добил Финляндию? В сообщении из Стокгольма в начале марта советская разведка доложила Сталину, что Финляндия сможет сопротивляться не дольше трёх недель, но у Сталина этих недель как раз-таки не хватало? Сталин опасался вмешательства Англии и Франции, бомбардировок нефтепромысла в Баку британской авиации с баз в Ираке и Сирии, а больше всего примирения между Западом и Германией. Если вы хотите подробно и в доступной форме изучить историю, то я приглашаю вас на канал Огон. Здесь вы точно не заскучаете. Видео о Мюнхенском сговоре, странной войне и других знаковых событиях 30-40-х годов для вас подготовила команда настоящих профессионалов. Контент яркий, красивый и главное – полезный. Видео на Огоне выходят регулярно, они отлично зайдут под чаёк и создадут ламповую атмосферу для тех, кто любит отдыхать с пользой. Ведущий – опытный историк, лауреат образовательных конкурсов. Он знает, как просто и интересно рассказать о сложном прошлом, так что быстрее заходи на канал Огон по ссылке в описании и поддержите очень классный проект. Предыстория Весной 1939 года было принято решение о месте будущей советской провокации. Какой же? Ну, все мы знаем про Майнильский инцидент. Собственно, возле деревни Майнила и произошла провокация, ставшая официальным поводом к началу войны между СССР и Финляндией. Многим это может показаться утрированием, но, по крайней мере, одной из важных причин того, почему маленькая Финляндия смогла дать отпор великому и могучему Советскому Союзу – это человек с именем Карл Густав Эмиль Маннергейм, чью честь даже была названа линия обороны на Корейском перешейке в Советско-финляндской войне. Советская пропаганда изображала Маннергейма ярым русофобом. На самом же деле он не любил СССР, а царской России он служил верой и правдой. Хотя, с национальностью Маннергейма дело вообще обстоит сложно. Русский генерал и финский президент был этническим шведом, отпрыском небогатого баронского рода. И он дважды спасал Финляндию от советской оккупации. Первый раз это было в Финской гражданской войне или в Первой Советско-финской войне, когда 6 декабря 1917 года Финляндия провозгласила независимость. Маннергейм решил заняться делами своей малой родины, хотя на тот момент говорил по-фински он с трудом. Но это не совсем важно. Итак, в войне противниками были белые финны и красные финны. Ну как и в Российской гражданской войне. Стоит также упомянуть, что красные финны активно поддерживались большевиками. Финское ополчение под началом Маннергейма разгромило местную Красную гвардию примерно за месяц. Интересный факт. В июне 1919 года Колчак отклонил предложение Маннергейма двинуть на Петроград 100-тысячную финскую армию в обмен на признание независимости Финляндии. Сейчас мы конечно можем сказать, во дурак, но я не осмелюсь так сделать, ибо мы не знаем весь контекст той ситуации. Мы отошли от темы, но совсем немного, ибо вышесказанным я хотел сказать, что во многом заслуга того, что Финляндия отбилась от СССР, лежит на грамотном военном руководстве Карла Маннергейма. Но вы спросите, а как же иные факторы? А я отвечу, дорогие друзья, что прямо сейчас, я о них вам и расскажу. Критической точкой, а точнее линией, для Красной Армии являлась линия Маннергейма. Да, опять Маннергейм. Просто данная линия протягивалась на одном узком карельском перешейке, и финское командование в начало войны рассчитывало за счет этой линии вести оборонительные военные действия. Кстати, да, я забыл упомянуть, что финская армия ни разу не была рассчитана на наступательные действия, исключительно оборонительные. Занимательно, что в ходе Зимней войны обе стороны всячески преувеличивали значение линии Маннергейма. СССР для оправдания военных неудач, финны для поднятия духа войск и населения. Хотя, советский военный эксперт генерал-майор Аркадий Хренов называл слабой стороной линии Маннергейма низкий технический уровень сооружений, а сильной – их удачное размещение на местности и тщательную маскировку. Другой причиной поражения СССР стали сидевшие на деревьях финские снайперы-кукушки, отличавшиеся феноменальным мастерством. За уничтожение кукушки автоматически давали орден Красной Звезды. Знаю, люди советских политических взглядов предпочитают отрицать существование данных подразделений, но в этом видео я не буду ни опровергать их догадки, ни подтверждать. Поэтому поехали дальше. Финны сполна воспользовались ошибкой военного командования Советского Союза, которая приняла решение одевать своих командиров не в белые, а в чёрные полушубки, чтобы отличать их от рядовых бойцов. Впрочем, большинство наступавших вовсе не имели полушубков и воевали в 40-градусный мороз в шинелях. Другой проблемой СССР в войне оказалась помощь Финляндии от Швеции, страны, которая является давним другом Финляндии и которая осуществляла деятельность по переброске шведов-добровольцев на Советско-финский фронт. Кстати говоря, лично у меня на этот вопрос бытовал следующий ответ. Поскольку Германия имела прочные дружественные связи в 1939-40-х годах и с Финляндией, и с СССР, она не хотела лицезреть конфликт двоих союзников и поэтому каким-то образом с горе пополам уговорила Советский Союз не оккупировать Финляндию. Это грубо мое мнение ни на что не претендующее, так что да. Ну а на этом что? Правильно, все. Если вам понравилось видео, напишите пожалуйста комментарий из пяти любых слов, поставьте лайк, переподпишитесь на канал и поставьте колокольчик, просто это очень поможет каналу в оживлении статистики. Заранее спасибо. Также у меня есть реквизиты для пожертвований. Ладно, до скорого.